Приветствую вас. Я думаю, что ваша проблема заключается в том, что вы с мужем со своим перестали друг друга познавать. Я думаю, что проблема заключается в том, что вы со своим мужем перестали раскрывать все новые и новые качества друг в друге. Я думаю, что ваша проблема с мужем в том, что ваши чувства, именно чувства, а не сексуальное желание стали слабеть. И на этом фоне, естественно, снижается и сексуальное желание тоже. Если мы говорим о развитии, об уровне сексуальных отношений, то первое, что хочется сказать, это то, что существует три уровня сексуальных отношений. Первое, это влечение, просто влечение, чисто физиологическое влечение. Второй уровень, это эротизм. Это когда возбуждает уже не сколько тела, сколько именно черты характера. Вот, и последнее, это любовь, когда хочется просто человеку отдавать, когда принимаешь его таким, как он есть, и, собственно, заинтересованы его личностным ростом. И вот на самом деле, мне кажется, что ваши чувства, они просто-напросто немножечко сдали, они немножечко охладили, из-за этого охладило и сексуальное желание. И техника, то есть, каким бы классным физически ни был секс, техника здесь просто-напросто не вывозит. Не вывозит, потому что без эмоций, без чувств, любой секс покажется достаточно пресным. Вот. И надоест быстро. Поэтому то, что мне кажется, это то, что вы просто-напросто немножко отдали лицом друг от друга, потеряли психологический, духовный контакт, и в этом смысле у вас произошло общее охлаждение сексуальной жизни. Поэтому я думаю, что было бы неплохо, если бы вы просто пообщались по душам, просто поразговаривали по душам. Было бы неплохо, возможно, если бы вы сходили на групповую терапию, ну, на групповую встречу психологическую, где смогли бы обсудить свои проблемы, в том числе и вместе. Вот. И как только психологический контакт, как только эмоциональная связь восстановится, то и отпадет проблема налаживать как-либо сексуальную жизнь. Потому что она полностью зависит в данном случае от эмоциональной и психологической связи между людьми. Вот. И то, что вы делаете, то, что вы пытаетесь ищите новые способы, новые способы освежить свою сексуальную жизнь, это труд в некуда, потому что всё надоедает. То есть это как бы постоянно придётся искать что-то новое. Постоянно. А это очень тяжело, это очень трудно, это огромнейшее, значит, ну, огромнейшее напряжение, вот, огромнейшее, огромнейшее ответственность на самом деле. Вот. Так что я могу сказать вам только это. Ну, по сути, вот то, что я могу дать какое заключение, какое заключение. Вот. Давайте мы сейчас ещё посмотрим. Так. Какие есть варианты качества роста, сексуальных отношений, благородный брак? А почему вы считаете, что вообще должен быть рост? Ээээ, когда Камад Сутра же просчитываться на роли, выиграть, сыграть, а то, что Камбелём уже не удивится, наверное, какой-то загральный смысл секса. Ну, да. Согральный смысл секса в том, чтобы так проявлять свою любовь к партнёру, да. Расскажите, как вы ходите из ситуации? Да как? На самом деле всё очень просто. Воздержание и любовь. Всё. То есть зачем, как бы, ну, зачем какие-то придумывать здесь моменты? Вот. Так что вот. Вот вам тут коллега пишет, что вот последний год что-то изменилось. Ну, я же говорю. Эээ, сбился, сбился в психологический контакт. С этого, с этого и нужно начинать. Вот. Так вот можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что это было полезно. Эээ, желаю вам всего самого доброго и удачи.